Не, я все уже, уже начал новое. Ну все, давай. Вот я хотел, Игнать Тихонович, такую с вами обсудить тему, что многие не знают то, что у вас есть каналы на ютубе, три штуки. И нужно на основном канале, то есть понять, почему вы вдруг прекратили туда каждый день много роликов выставлять. Может быть туда возобновить выставление, либо там под каждым роликом давать ссылку на эти каналы, потому что люди вам звонят, даже я видел, и говорят, а что так ролики редко? Вы говорите, да каждый день по 7, по сколько там. А они просто не знают, что есть эти каналы. Вот вы как-то, да, в этом отношении не хотел обсудить. Сейчас я отвечу, ты по поводу много-то, я первый раз услышал, что по поводу много-то, потому что больше двух нельзя выставлять, если больше двух выставляешь, то монетизацию снимается с канала. А там, видимо, что-то администрация, что ли, снимает, я так понимаю. Вот в чем дело-то. Но два выходят разве? Там на основном канале выходит очень мало роликов. Два в день не выходит. Там бывает... Ну, не больше двух. ...перерыв, бывает разное там. Ну, я видел там большие перерывы, окна. И главное, что дырки, дырки вот эти. И люди не знают. Они на основной канал зашли, смотрят, тут пустота, ничего нет, не происходит почти. Нет, не пустота, Николай, нет. Все время выставляется. И в этом деле я не разбираюсь, но кто разбирается, этим занимается. Ну, нет, ну там по качеству роликов стараются... Ну, вот мы, по крайней мере, туда на основной забрасываем, самые считаем, которые лучшие. Ну, а в общем, туда самые идут как раз-таки не лучшие. То есть на второй идут самые лучшие, а сюда такое там... Ну, там с детьми занятия там, ну, которые никому не интересны. Которые... Они нужны, но они нужны в другом месте. На основной канал. То есть, я так понимаю, политика такая, что с основного канала людей на второй переводить. Ну, переводите, я не против. Ну, тогда я помню, тогда была такая политика в связи с тем, что канал был под закрытие. Ну, как бы он опасный очень. Опасно, то есть, и на него что-то опасно выставлять, потому что ты сразу... Окажется, что что-то не так, и его закроют. Такая была политика изначально. Ну, нет, а вот сейчас-то вопрос, что там столько подписчиков, и они все осиротели в каком-то смысле, что там меньше гораздо роликов. Вот в чем дело-то. И надо вот об этом понять, есть политика сейчас такая или нет. То есть, по правилам Ютуба, если еще одна жалоба будет, закроют канал или там время какое-то проходит? Три месяца. Ну, три месяца вы теперь чистые абсолютно. Теперь опять три нужно жалобы накопить, чтобы был закрыт, да? Да. Ну, мы не закрывали никогда, еще такого не было. Просто есть люди, которые смотрят за этим, чтобы лишнего не было, и в котором может где-то какая-то опасность, потому что они сразу, внезапно, вот, новое правило вводят, а я знать не знал. Они за это сразу цепляются. Ну, это с администрацией Николая надо разговаривать. Здесь не с Игнатьем Тихоновичем, он не определяет эти вещи. Ну, Игнать Тихонович, хотя бы узнать просто, что от него идет установка какая-то, чтобы это так было или нет. От Вячеслава больше идет, чем от меня. Нет, от Игнатья Тихоновича тут вообще не идет установки. Здесь администрации. Мне осталось одно только, отдать, а потом смотреть, когда замок снимут, и название подкорректировать, там, ошибки. Больше я ничего не делаю. Можно с администрацией просто поговорить и сказать просто, чтобы они больше туда выставляли интересных роликов. Ну, хотя, в принципе, если их производить, вот такие беседы, туда-то мы их и воспроизводим. Ну, вот, допустим, собрания, да, такие. Одно из самых интересных роликов и полезных, это собрания ваши. Хорошо бы их выставлять, конечно, на основной канал, чтобы больше людей их видело. Жизнь, там идет, видно, жизнь идет, христианская жизнь. Как обсуждают там темы все, эмоционально там, ну, и такие животрепещущие темы, то есть, как там поступить, деньги дать или нет на поступление, чтобы сами они... То есть, очень важно, это все, почти всех касается, эта тема. Ну, да. Да, это хорошо бы, конечно, чтобы там выходило и занятия, и вот эти собрания, потому что там живое. Очень... Все живое, но это особо будет людей трогать, которые еще подходят только к тому, чтобы веровать. Ну, когда открывали другой канал, на него ссылку делали несколько раз. Как-то сделать... Как сделать по-другому? Это в подписи к роликам, можно там настроить автоматически. Я уже говорил с ОЗ на эту тему, она говорит, просто самое короткое сделай, вот этот, чтобы влезало, не свертывалось. Ну, и напишем просто там, канал такой-то, канал такой-то там, даже канал номер два, канал номер три, ссылку просто дать. Даже можно сократить. Я знаю специальный сайт есть, бит.ли. Он сокращает ссылки и просто вот короткие дать ссылки, а там еще можно описание будет ставить. Потому что... Ну, это важно, потому что люди не знают просто. Вот даже заходишь там, у многих приложений в телефоне нету с Библией, с толкованием нету приложения, они не знают байбл, лопти на сайт, не знают там... Ну, ваш сайт знают там иногда. То есть элементарная вещь, казалось бы, что ты у тебя там Сбербанк установлен на телефоне, WhatsApp установлен, который тебе там не сдался вообще на самом деле, а слова Божие нету у многих на телефоне. Даже вот такие вещи, для нас-то кажется, что это очевидно, что ты должен цитату из Библии себе поставить, а у многих нету этого. И то же самое здесь. Они просто не знают про каналы, про эти, и... Ну, мимо проходят. Сейчас хотят... Олег Тинеев говорит, что противосекстанские центры на приходе организовывать, противосектанские центры. Это знания нужны какие? Да самое главное-то просто достаточно Библию с толкованием знать, и никаких центров не надо. Все... Все эти... Прихожане станут автоматически антисектантами. Да. Просто с Библией работают. Никакие центры не надо организовывать. Да, я тут говорил с одним протестантом, который пришел к православию, у нас там в Сретенском. Он сам ко мне подошел. И... Он вообще впервые, мне кажется, увидал человека, который как-то Библию любит, там, и прочее, в моем лице. Он поражен просто был. У него глаза по 5 рублей были, в советских еще. И он смотрит, говорит, ну вот, 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 наконец-то я нашел человека, который понимает, о чем речь, что вот, почему там к писанию пиетет, вот у всяких баптистов и прочее. И как у них там, я говорю, да у них там и концерты, там сразу человек пойманный в эти клещи любви. Но там, видишь, нету рукоположения, ничего там этого нету, отрицание идет, осуждение святых отцов. Ну, или он такой, все, он в православной церкви уже пребывает, но на какой он ступени, я уж я не знаю, пока так не понял. Но скинул ему там кое-что. Собеседовал Игнать Тихонович, там где-то, на дому там, из баптизма православия, по-моему, называется, недавно сестра скидывала. Да, это самый лучший ролик, я считаю. Два. Ну да. Там с такой любовью Игнатий Тихонович просто вот берет и за руку ведет оттуда. С такой любовью это вообще из баптизма к православию. Игнать Тихонович, я сейчас тут смотрел билеты в подстепные. Нету. И билеты, ну как, они есть, но там, либо там, ну разные, либо там надо много заранее выезжать, мне положим. Но я знаю, что на вокзалах еще продаются. Я сейчас поеду на вокзал физический, чтобы... Мне как лучше приехать, какого числа туда, чтобы к 30-му уже быть? Я думаю, может, накануне там или за пару дней уже пораньше. Так вы подъезжать будете ко крещению или ко дню деревни? Нет, я-то думал ко дню деревни и до крещения там остаться, а потом уехать уже со всеми. Ну, сами, сами смотрите, я еще могу сказать. А вы хоть сегодня поезжайте, вас ждут уже. Я понял. А вы сами когда поедете туда? Какой у вас план? Вы еще не знаю, но не позже 10-го. А, понял. То есть на день деревни у вас там еще не будет пока? Как? Я съезжу и вернусь. А, понял, понял. Хорошо. Я вот просто думаю, я хотел в этот, может быть, в Барнауле там хотя бы один-два дня может на собрании побыть на воскресном вживую-то. Пожалуйста. Вот как это вот организовать-то? Приехать мне ну сильно заранее так не получится, потому что там этот 30-е это попадает на воскресенье, то есть получается, что до этого в воскресенье я не смогу приехать. Я могу, предположим, мог бы приехать ну там 29-го или 30-го в Барнаул, например, но там смысла нет, потому что я на собрание не попаду, я так понимаю. нет, там никак, уже 30-го утром рано Архиерей приезжает быть на богослужение, поэтому я уезжаю утром, уезжаю 29-го, а 30-го после, когда все пройдет, возвращаюсь назад. Так, запустил такой. Понятно, ну хорошо, ну подумаю, может быть, может быть с вами меня там довезут, а потом на этом обратно на поезде приехать, ну посмотреть как-то, а может и не дергаться уже там в Потеряевке. Игнать Тихонович, вы когда поедете в Потеряевку-то на День деревни, там место будет, допустим, для Николая или нет? Если вам приедет к этому времени? Да нет, наверное, это надо только на следующий день Игорь поедет, а меня везет Елена, а у ней все занято. Я с ней пытался тут подсадить человека одного, она говорит, нет, уже все занято. Она берет Надежду Васильевну, свою дочку берет и еще кто-то, меньшая дочь. Понятно, ну ладно уж, не будем тогда это. Тогда есть смысл сразу туда. Да, я сразу туда и хочу, чтобы никого не... Чтобы утром, воскресенье, то есть ночь провести уже с суббота на воскресенье в Потеряевке. Да, да, я так же планировал. Николай, а так под Степного уже нету. У меня нигде не показывают больше под Степный. У меня показывают на 20... Батюшка, беседуйте с батюшкой, обязательно. Он скажет, какой поезд останавливается, с какой стороны. А иной, иной идет в Круговую, где-то там, чуть ли не с Новосибирской, и тогда поворачивает на Барнаул. То есть мимо проходит Потеряевке в другом месте. Видимо, так им выгодно было. Почему они так сделали? А до этого в Московске прямо останавливался. Нет, и у меня нашел я 23-го, если выезжать, нашел, он там останавливается. Ну, наверное, вот ты не смотрел, это может пересадками идет? У Володи теперь машина есть. Машина. Ему еще учиться. Этот, Дебунов свою привез туда. Я видел ролик. А Дебунов-то купил себе? Он хотел у кого-то там купить, у кого-то? Да, купил. Сергей же. У Сергея. Машина хорошая. Это не тот, который женился, Сергей? Кубков. А, Пубков. Мы ездили на этой машине-то. Все, я знаю. Сзади ты там сидел. Да, 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 знаю я это. В багажнике-то ездили. По стороне там на покрышке сидеть. Для собак специально. Да, понятно. А Сергей-то он еще дрессировку изобновил свою, нет? Я объявление видел, он выставляет. Он занимается сейчас. Занимается. Это его заработок. Понятно. Он не слушается. Да, да, я вижу там уже. Там мама. Я посмотрел. Договорились. Хочешь, чтобы освободиться, таблетки эти не потребляй. И сейчас спрашиваю он. Он по-прежнему их жует. А они же... Ну там мама, мама там все делает, я так понял. Очень трудно с них слезть. Он не может, а то он сидит, как на игле. Я говорю, ты каждый день считай Евангелие, громко считай, чтобы разговор у тебя не терялся. Он молчит, и он вообще только мыщит. ты считай Евангелие громко и Псалтырь. Игнат Тихович. Говори. А для чего громко читать? Что вы в это вкладываете? Мать будет слушать раз, а во-вторых, он не разговаривает, чтобы не лишился речи. Это ему полезно. Он будет дьявола гонять. Ну это еще, когда читаешь слух и выговариваешь, формирует мысль правильно. Да. Ну ему надо помолчать. Молчал, и все, не молчал. А враг в это время насевает. Я ему сказал, у меня порядок был такой, Новый Завет, я считал в течение каждую неделю по Новый, Новый Завет, полностью Новый Завет. Вот так. А Псалтерь за два дня. Так, вот ко мне кто-то идет, сейчас чакну. Все на этом, да? Ну, все тогда. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Да. Вот на меня кто-то зашел, тут какой-то лиф. Надо узнать, что он означает. Ну все тогда, с Богом. Да, с Богом. С Богом. И никто, не выключить. Я выключил. Да. Так, понятно. Ну, везет тебе, слушай, как мне завидно тебе, что ты едешь. Да я еще, слушай, тут этот, такие эти, тут на дачу там езжай, там разгреби, посади, тут этот, на кухне там переделай. И все это успеть как-то надо за неделю, грубо говоря. Я не знаю даже. Ну, займись сейчас, займись, тогда не отвлекайся сейчас ничем такого. Догаделы дела, чтобы тебе поехать. По работе, я же работаю. И выходит фильм в четверг, мы выпускаем, в российский прокат, Новый Порядок называется. Кстати говоря, один из неплохих фильмов, в принципе, который мы выпускаем, там, мексиканский режиссер снял про то, как в одночасье вот эти богатые все там перевернулось и начали бедные громить все. А силовики там, они подминают под себя все это дело, ситуацию под себя используют и безобразничать начинают. То есть, они там, к ним богатая семья приходит, у них похитили дочку со свадьбы, прямо. А они ее нашли там в каком-то лагере, сами военные же ее и похитили, ну, там, другие, попроще. Эти нашли, всех все с этих денег взяли, а потом просто он берет этот же военный, который обещал им найти, там, он берет и всех расстрелял, и дочку эту, и всех, всех. Ну, и фильм заканчивается на такой вот ноте. Но это вот, такой сценарий вполне возможен не только там. Он снял несколько лет назад это, но сейчас вот только мы выпускаем. И представь, я вот сейчас сижу, делаю там эти. Когда фильм вот, его шифруют, тоже расскажу, но это коротко. Шифруется фильм, чтобы не мог его проиграть в кинотеатр, пока я не пришлю ключ ему. Все, я понимаю, о чем речь. И вот я сейчас сижу, эти ключи выставляю тут по всем кинотеатрам, и мне так интересно. Ну, тут сейчас не так много кинотеатров, всего там 148. Обычно там бывает и по 500 иногда. И я сижу, сейчас эти ключи выставляю, а в прошлый раз я сидел, смотрю там, там раз в Казани, вот там Вячеслав живет, раз там, и этот, там, то этот живет. И посылаю ключ туда, думаю, вот, это, весточка туда. И там кинотеатры, самые крупные, вот, которые у вас есть, все они получают от меня письма с этими ключами. И они все меня знают там, ну, то есть, если я в каком-то городе оказываюсь, я могу пойти там, предположим, к директору кинотеатра там, и он меня знает, как бы, ну, или там, кто у него работает. И вот я когда посылаю, сейчас вот я как раз сижу, даже мы разговаривали, я сидел сейчас, эти ключи посылал. Сейчас вот я с этим раздел, поеду на вокзал, взять там билеты в потерянку, а потом уже только, Господь если благословит, потом только поеду уже на дачу, сейчас пока солнце у нас шарашит, чтобы там, и систему, видишь, вот отец тоже мне подсказал, оказывается, есть автоматическая система полива, который перекрывает, положим ты бочку ставишь, снизу просверлив дырку, и здесь капельный полив, и там эта штука, она стоит, ну, полторы-тиры, три тысячи рублей примерно, и она на кроне работает, крона, обычная батарейка, и она автоматически открывает воду там, она открыла, там полилась, две минуты положим, или сколько ты там настроил, до часа она может поливать, и потом перекрывает это опять, то есть тебя может не быть, а она будет поливать, удобная очень тема, а еще, ну, я сам думал до этого, думаю, а подачу воды, например, уровень, когда упал, вот как в бочке, да, туалетном, упал, а здесь будет стоять клапан с этой, под плавком, то есть, положим, у меня бочка стоит на возвышении, там, на метр, например, да, на полтора от земли, поднять ее, тут поплавок, где-нибудь посередине бочки, этот таймер здесь будет открывать, этот поплавок раз, все, тут подача пошла, ну, вот такое, думаю, сделать, ну, и с этим, видишь, тоже, это каждый раз, сейчас мне надо думать, я тебе сразу говорю, ты можешь там вообще попасть на время, будь здорово, так нет, там еще стеллаж, а когда туда вникнешь, да, мне стеллаж делать сейчас, в гараже там делать, свет там, по идее, делать, переставлять там на кухне холодильник, диван собирать, сажать, я вообще не знаю, когда я все это успею, только с божьей, полностью, полная отдача, хоть, вот я так делал, такие вещи, в прошлом, позапрошлом году, примерно такие же, ну, это все, на полный износ, на полный износ работал, и только чисто молитвы, единственное, что на молитву надо прерываться, это время вы их дает, а не прерываешься, все из рук влезет, выпадает, да, я это тоже заметил, и вера, просто вера, что все получится, на бога упование, если ее нету, то ничего нету, да, ну вот, предстоит мне за забег, а еще этот, Георгий меня поймал, который, вот у него тоже там, мы побыли, в воскресенье, он меня хочет вытащить в Оптину, но я уже чувствую, ни в какую Оптину я не попаду, потому что уже не до этого, уже и так время сжато, и тут никак, но у него там, конечно, Вячеслав, он такой, совсем непростой, судьбы человек, жизнь у него такая, помял его конкретно, и я там много поснимал, но, не знаю, ролик уж как сделаю, наверное, и пришлю, если господи, то когда я ролик еще делать, не понимаю, я еще себе, нахлобучил Евангелие Дня читать с толкованием, Золтаут у меня, это, тоже ждет, в общем, не знаю даже, что делать, я сам, я понимаю, что, зажмет так, что вообще, меня вообще так зажало, что я там все нахлобучил, что там нахлобучил, что, уже, смиряться приходится, уже понимаешь, что все, ничего не можешь уже, я, главное, читаю, уже мне стыдно, я запинаюсь, думаю, да хоть ты прочитай, ты заранее, нет, уже времени никак не могу, нет времени, нет, вчера в час ночи закончил с этим Евангелем, на сегодня который с толкованием, и недоволен, что получилось, думаю, ну вот тебе будет позорище, то, что ты так читаешь, как неграмотный абсолютно, запинаешься, вот тебе и будет, какой ты есть на самом деле, увидишь хоть, и мне от этого стыдно, и еще хоть стимул появляется, чтобы, как-то сжать это дело, и помолиться, ну Господь вот через это, и главное, к священнику подхожу, к своему, он говорит, ну че, как ты там, со своими этими вопросами, а он намекает, что ему жалуются на меня, ходят, к нему там вереница, Паш, потянулась, я там кого-нибудь, даже не обличаю, даже близко, к этому нету, ну чуть-чуть там, коснется кого-то, все, раз сразу побежали, я так понял, и он говорит, ну че, как-то там со своим вопросом, я говорю, да, у меня вопросов, с одной стороны нету, а с другой стороны, их много разных, вы про что, говорю, говорите, ну он говорит, ну вот про это, про это там, ну прошу, я говорю, да, это Господь, говорит, меня оттуда выдернул, у меня теперь времени, говорю, ну это нет ни на что, даже писать куда-то, нет времени просто, мне, говорю, златоуста надо начитывать, и толкование, ой, ну, говорит, слава богу, все такое разное, все у них сейчас спокойствие но они не знают что я им готовлю господь то готовит меня потом так полбу летит это они там не опомнится уже доползти не смогут они не понимают многие пишешь им слово божие приводишь златоуста они кидаются что ты тут да ты не со мной воюешь ты на бога поднялся тут нет нет никакого понимания вашу веры то нету не на самом деле то то что называется они верой я сам понял когда я уже встретил не год три назад я понял что я тебя считал я не верующий и вот они считаете тоже они не верующие люди верую и они такие точнее как верующие ну такой же как мусульманин такой же как там буддист такой же просто есть там чего не там авто общих это авторитет и общая практика какая есть в то они находятся и все и ты успокоил себя они говорят сектанты они считают спасенными нет православные считают спасенными они считают что если ты будешь говорить я грешен многогрешный постоянный в этом то ты спасенный ты если ты исповедишь причаще ты спасенный просто не на словах а на деле так и ты как почему я в том то если бы они так не считали то если бы кто к ним подходил и в чем-то обличал они бы говорил меня хотят вытащить из из этого. А они считают себя спасенными, и ты ставишь под сомнение этот вопрос. И от этого выходит вот это раздражение. Вот недавно я занятие вел, по-моему, прошлое или какое там было? Позапрошлое. Или позапрошлое. И там Никита этот вопрос поднял и говорит, ну ты, говорит, поясни. А я сам даже не задумывался об этом, с этой стороны, что причастие считают как спасение в причастии. Ну я пояснил, он вроде подтвердил, что я правильно пояснил. Перекос вот этот. А он говорит, я своими словами не могу нормально сказать. Ну и вроде как с Божьей помощью вдвоем мы там как-то справились с этим делом, но действительно это перекос. Причастие, так прежде чем подойти, ты все должен для дела спасения совершить перед этим уже. Покаяться, обратиться от дел греховных и жаждущие правды, кто такой. Вот тот, который закон Божий хочет исполнять. Этой правду-то жаждать надо. А не свое что-то там. Причастие, это жизнь, заряд тебе. Как подключиться, тебе кровь вливают новую. Это четко. Ну я допустим, четыре раза сейчас в году причащаюсь, я от причастия, я четко знаю действия причастия. Я до этого не знал, когда я там часто причащался. Сейчас я четко это знаю. Конкретно, как от причастия до причастия живешь. Ну как бы раз, и все, и пошел заряд новый, ты даже не понимаешь. Ну то есть ты уже как обновленный пошел. Дальше, до следующего. Ты это четко ощущаешь. Жизнь в тебя вливается, пошла. Да. А прямо, когда уже подходит к концу, вот это уже там следующее, к кому? Чувствуешь, что это, но это все от грехов. Грехи это все, тебя гасит жизнь. Это все. А причастие, когда ты уже подготовленный подходишь, тебе дает наоборот жизнь эту. А они на этом живут, на том, что ты один день, почти все говорят, спроси, вот один день не могу эту благодать удержать. А оно у них, как наркоманы, они понимают, вот в этот день они когда причащатся, я это просто знаю по себе, ты в этот день себя очень отлично чувствуешь. Радостно тебе и прочее. Но, что тебе все, что происходит вокруг, то есть ты считаешь, что все это искушение, себя сбивает с этого состояния. Ты оп, и потом ты уже в унынии, а потом на следующий день ничего нет уже, вообще ничего не осталось. Тебя кто-то сбил, что-то там наорал, то есть ты такой ранимый становишься. А вот это-то как раз-таки обман, ты значит не причащаешься, ты не ранимый будешь. Ты наоборот толстокожей должен стать после причастия. А я помню, когда недостойно ты постоянно причащаешься, ты ранимый становишься. А что ранимый-то, прикинь бы были апостолы такие ранимые бы, что бы тогда было. Да, конечно. Я всегда говорю им, это вот то, что ты говоришь, прямо один в один у меня, то же самое в мысли. Ой-ой-ой, я причастился, ты меня не искушай. Я говорю, ты чё, какой ты, что значит не искушай? Ты чё вообще, ты верующий или нет человек? Ты чё говоришь вообще такое? Что тебя может вообще искусить? Мы как-то обсуждали, я говорю, для верующего, говорю, настоящего, если у него жена будет сатана, вот, непосредственно, для него это спасительное дело. Он только благодарить Бога будет. Такая у него жена. Вот сатана, настоящая сатана, жена у тебя. И для верующего даже это, Господь может укрепить, на это даже. А всё, кто лучше сатаны, это вообще тебе повезло. Подарок у тебя, не жена. Но, ну, представь, вот это сравнить, предположим, состояние, такое устроение. И, хуже жены, говорят, ты их чуть тронешь там. Ты самые сильные взял искушение. Я говорю, а представь, их чуть тронешь вообще, чуть тронешь, и они сразу пищать начинают. Да чё это такое? Отойди от пределов наших. Я вот в группе чё-нибудь напишу там. Что ты пришёл раньше времени выучить нас? Я прям вижу, не они говорят, из них. Да. Это так и есть. Вообще, прямо страшное дело. И действительно, они вот, эта ранимость какая-то, ой, искушение, искушение. Да в чём искушение-то, я не пойму, я ничего такого особенного не затронул здесь даже, никого не тронул лично, ничего. Нет, всё искушение у него, искушение. Мы причастились, ты типа, у меня вот это, есть одна знакомая, ты знаешь, о ком речь, наверное, тут она, с Натальей мы общались вместе. И вот она тоже. С Дмитрием мы были. Ой, я причастилась, мы тут причастились, вы вот не причащались с Николаем, вы тут такие разговоры заводите. А мы там были в гостях-то после кваски у них там, рядом с домом, храм у них там, рядом с подворьем Оптиной пустыни, у одного из там, прихожан. И у него мама, вот и мы там с мамой с этой общались. Кстати, тоже может быть разговор выложить надо. У меня диктофонная запись, но всё равно. И там вот, ну вот, что-то такую тему, а я говорю, ой, ещё одна мочёная, поздравляю, хоть вам открыто это теперь, вы не сможете попятиться. И она какую-то статью нашла дурацкую там, там человек от себя лепит, молодой какой-то священник, я тебе, по-моему, скидывал. Я вообще, ну я и скинул всё. Это говорит то, что надо это, да, что это для еретиков было правило. Ну там он, он даже этого, по-моему, не говорит, он ещё больше, он просто, моё мнение, что тут не надо делать, всё. То есть человек на своём мнении живёт. А я помню вот Мамонов, кстати говоря, Пётр Николаевич, который, с ним тоже беседу надо, конечно, провести, по его вере, потому что там у него есть над чем работать, мягко говоря. Но у него, тем не менее, я вижу, что он вырастает потихонечку, что-то есть там, работа какая-то. Всё-таки через тропа идёт. Он не встретился с тем проповедником по Евангелию, просто видно, он ещё такой бы, который может. Ну хочется в это верить, что встретись он с ним, он не может быть. Ну вот, может, вернусь из Потеряевки, и Господь, если благословит, до него доехать, просто с ним пообщаться там. Он живёт здесь где-то под Москвой или где-то там, недалеко. Ну как, километров 200, может, от меня, не знаю. Ну сейчас готовься, ты едешь в Потеряевку, сейчас восстану, силы зла. Среди родственников особенно. У меня, когда я должен был ехать туда, и особенно на крещение, вот у меня мой бабай, он вообще никогда в жизни не интересовался, куда я что еду. Вообще никогда. И я только ему сказал, что я говорю, просто еду. Я сказал, что просто туда, в Сибирь. А для чего? Ничего вообще не сказал. Он прям на глазах почернел и где-то на два дня обиделся. Вообще ни на что и не рассказывал. И я ему ничего не сказал, ничего. И он мне говорит, ты едешь, там такая... И он говорит, я смотрел по телевизору про них, не едь туда, там я всё отнимут. То есть, о чём смотрел вообще. Никогда я не видел такого его. Он почернел на глазах. Прямо чёрный стал. Как хам. Это вообще ужас какой-то. Но у меня пока... А перед сентябрём у нас было так, что вот у меня Бика, она... Ну, у неё психические заболевания. И всегда это только... Всегда это было в определённое время. А, вот, вот точно-точно я забыл. Ещё тогда я же летом ездил-то на крещение. А у неё всегда было осенью и весной. Только осенью и весной. Никогда не было. Но перед, когда я должен поехать на крещение, у неё началось именно тогда. И показало то, что это всё осень-весна, как и написано. Полнолуние объяснуется. Это всё делает сатана для того, чтобы люди думали, что связано с временами года. И нахулили творение Божие. То есть, ни в связи ни с чем, почему летом вдруг началось. Никогда не было шесть лет такого. Тут же... Но у меня пока, слава Богу, Господь хранит. Потому что я уже сказал родственникам, говорю, всё, я на дачу не поеду. Даже мы с отцом вместе рассаду я сажал, у него брал там и прочее. Но он, на удивление, как-то вот, это вот молитва только в соборной, видимо, делает. Он говорит, ну, тогда можешь вообще её выкинуть просто это рассаду. И всё, не бери в голову, типа, поезжай. Но он видит просто твёрдость. Я говорю, всё, я поеду уже. Ну, я как бы так, знаешь, ну, на самом деле, да, действительно, я искренне подошёл, говорю, слушай, я хочу посоветоваться, вот такое дело, мне всё-таки надо туда ехать. Я прям чувствую, что мне вот надо туда ехать. Сейчас самое будет мне хорошее побыть там на природе и прочее. Что я ушатал действительно свой организм. Не то, что постом там или что-то, а именно нерадением своим вообще. режим там и прочее. Вот это. И он нормально воспринял это. Пока, кроме того, что у меня теперь много попечения, потому что всё-таки выбрасывать, мне лично жалко. Мне. Но могу и выкинуть, на самом деле. ну и я вот сейчас ещё пока не знаю даже с билетом брать, ну, наверное, возьму, если что, сдам, потому что кто, говорит, о своих, а наипаче о домашних не печётся, он хуже неверного. И вот... Это чтобы они не умерли, понимаешь, там голодные, а не то, что там ты чё-то там, понимаешь, всё на всё есть и там чё-то угождаешь. Ну, я понимаю, да, но в том смысле, что я уже сам пообещал, что я помогу с этой кухней там. Ну да, да, всё, я понимаю, уже пообещал, ты раб. И я раб в определённом смысле всё-таки раб, потому что не хочется, чтобы там строители каких-то нанимали, самому сделать спокойно. Ну да. Ну, в общем так. Ты со сметрики... Ты знаешь, что я хочу сказать? Лучше не покупай, купишь их прям в тот же день. И, во-первых, появятся другие, новые. Во-вторых, а если сто проц... Ты же один едешь, то чё там тебе? Один всегда есть, сто процентов. Идишь, мог быть даже в тот же день дешевле. И всегда дешевле. Потому что сдаётся и быстро брать надо. А сейчас ты возьмёшь и не поймёт на чё. С билетами проще, когда один человек. Ты всегда можешь купить. Всегда. Сто процентов. Я раньше только так и брал в тот день. У проводницы бывает. Можешь подойти чуть ли не к проводнице, сказать, слушайте, мне надо уехать и всё. Начальнику поезда? Начальнику поезда, да. Так что это... Я рассматриваю такой вариант тоже на крайний случай. А там уж сейчас цена большая, кстати, у билетов. Ты смотрел, сколько стоит? Ну, там 3704 я видел, вот так. Чего? 3704? Да, я находил, вот сейчас я на сайте. Подожди, мне сбросили это дело какие-то. Чё? Там сейчас вообще-то пять тысяч стало, 5300. Да нет, какой. Вот на июль, туда 5300. Не знаю, я-то сейчас смотрю. А ты посмотри, там же, где ты смотришь, на июль, чё тебе покажут? Ты возьми, я в РЖД захожу. Я захожу в РЖД, rjd.ru. Неужели из-за лета это так? Да я думаю, что ты просто не то смотришь. Ну как это, всю жизнь то смотрю, тут перестал что ли смотреть. Ну я удивился ценам тоже. Я думаю, как будто я не то смотрю, действительно. Так, в какое число, значит, смотрим? Давай. Вот смотри на 4 июля, например. 4 июля, да? Отправление? Нет, третье, у тебя это будет третье с Москвы. Подожди, июль, а какой, почему четвертый? А, ты хочешь четвертый выехать в воскресенье, Я-то из Казани четвертого, а ты третье получается, как будто с Москвы, смотри. Ну хорошо, а ты можешь тоже из Москвы взять билет. Он может быть из Казани нету, а из Москвы будет. Переплачь чуть-чуть, зато сядешь. Ты этот вариант тоже не отметай. Это я даже не думал тоже об этом. Потому что бывает такое. Сейчас, посмотрю. Ну я, видишь, со мной человек много едет. Мне сейчас, я деньги набираю, и мне потом мы забираем. Ну, надо будет направить. Прямую рельс, по маршруту. Уже нету, у нас уже нету там этих, пласткарта, нету. Фактически. Написано, что вообще не найдено. А, подожди. Я же на июнь смотрел. Нужно на июль смотреть. Да. Что тут, суббота в красненьком кружоке, это, квадратики зачем-то. Так, сейчас смотрим. Крутится, верстится. Вот, не найдено прямых. Это что такое? Третьего? Четвертого. Нет, четвертого с Казани, ты смотри, там будет найдено. А с третьего, с Москвы. Ну, сейчас смотрю, да. Опять тоже не найдено, пишет. Что-то мне уже находит на мысль, что что-то не то. У меня-то найдено все. Но нету подстепного, вообще нету. Так вот, я подстепный смотрю. Так подстепный нету, ты не найдешь его. Делай Барнаул или как его там, не Корчино? Ну, Корчино есть. на Т называется, забыл. А, вот смотри, 96-й поезд, на котором мы ехали, есть. Да. Ну да, 6 тысяч здесь. Я говорю. 6-7 тысяч. Да. Это вообще цены-то какие. На самолете, вот допустим, у нас стоит 7 тысяч долететь до Барнаула, если прямой. Но это так, если это только в определенные дни и тоже наперед туда, смотрю, уже 10-12. А вот допустим, если вот сегодня беру я, допустим, на завтра, то там 7 тысяч всего. Ну вообще, это билеты, конечно, надо людям-то заранее брать, конечно. Тут никак. А у тебя там смена, наверное, попадает на первое и прочее? Я уже, нет, у меня отпуск уже с 3-го числа, 3-го. Я тут под Елену Перлыгину, она с детьми под нее подстроился. У нее, она только 4-го может взять. Еще тут еще один Александр, еще тут человек 5. Может быть, поедут. Может быть. Ну то есть, они как бы все планируют. А вот видишь, как билеты, когда я путешествовал какое-то время-то, у меня есть опыт определенный. Ты когда берешь, попадают, предположим, люди на выходные куда-то приехали, а потом выходные же уезжают туда или так и уезжают, чтобы в понедельник быть. И вот эти билеты, они обычно, их нету. А если ты берешь, предположим, билет на понедельник, чтобы выезд в понедельник был, то явно, что обычному человеку это как бы уже против шерсти идет. И поэтому билеты бывают на это время. Ну сейчас я смотрю, вот 5 июля там нету тоже. Ну дешевых. Нету, нету. Я смотрю, там купе придется брать. Ну ты подойди на вокзал. И еще знаешь что, слушай, если ты мне данные скинешь, у меня есть транспортная компания, они выкупают билеты. Называется, ну короче, они нам билеты покупали, когда я с фестивалями театральными работал по России, мы ездили. Чигирев такой, фамилия его, там работает до сих пор. СТБ Турс, по-моему. И что они делают? Они тебе дадут билеты недорогие, и в плацкарты у них выкуплено всегда на любой пояс практически. А если так заранее, как сейчас, вот ты положим, если сегодня соберешь, с пылесосишь данные, мне скинешь, ну хотя бы верно, там человек 5 хотя бы, кто едет точно. Я человек 5 точно скину. Я им пошлю, и скорее всего, они билеты купят. Это не вопрос вообще. Так давай я тебе пошлю, тогда хоть на 5, на 6, я тут пошлю точно. Ну вот, давай это сделаем, потому что у них выкуплены заранее, и они как бы, как транспортная компания, СТБ Турс называется, я тебе могу даже личный контакт дать, скажешь, сошлешься прям на меня, меня просто копию поставишь, они работают как, просто они там какую-то свою комиссию небольшую берут, но это все равно будет тебе, у них обычно билеты, у них дешевле, и при этом они еще и заработали, вот так. То есть они там, походу, заранее когда-то? Они заранее выкупают, на все поезда у них обычно, но у них там какой-то особый договор идет. Ну ладно, я сейчас-то соберу, ну ты мне тогда сброси, скажи, как мне написать-то? А я тебе пошлю там в письме, прямо в... Ладно. Ты увидишь, я... я ему напишу вот так, а те в копию поставлю, а ты ему ответишь. Сейчас я ему позвоню, у меня мобильный тут... Нет, мобильного нет, есть рабочий, но позвоню сейчас, в общем, узнаю. Спроси, да, в общем. Может, заместитель директора, он там окажется, вот. А я пишу в простоте, думаю, менеджер обычный. А он мне отвечает, как менеджер. Представь. Ой-ой-ой. А он заместитель директора был в 2013 году, я не знаю вообще. Он уже, наверное, директор там, но надо выяснить. Сейчас я посмотрю. Ты со смены ночной сейчас? Ты вообще что ли не спишь? Кошмар. Да, да, я со смены. Кошмар. Ты в отдохнику. Нормально, я вчера поспал. Я в последнее время даю себе слишком много спать. Я, говорит, вчера поспал. А ты когда спал? Да неделю назад поспал. Да ты что, я недавно поспал после трапезы. Полчаса, говорит, сидя, встал и поспал. Нет, нет, я и ночью поспал, сидя. Нормально. Часа четыре, три, вот так. Три часа где-то покрывал, и нормально. А с учетом, я, представляешь, вчера я с утра рано встал, ну, помолился, и потом лег спать опять. Поспал, потому что я в ночь пойду. И думаю, ну все, и делал, делал, делал. Тут что-то там на улице, здесь, пришел тут на компьютере. И опять перед этим полтора часа поспал, перед прям походом в ночь. То есть я уже пришел, я вообще на работе спать никак не хотел. Уже 12 часа я спать не хочу. А хотя людей ничего нет, то есть мне сядь только, и глаза так похлопай. Ну и где-то я там в час так, может до трех, полчетвертого похлопал, и вообще прям выспался нереально. Да. Ну, так какие дела. Ну, в общем, давай, сейчас буду его тогда выцеплять. Ты там их попылесось пока? Да, мне уже, у меня уже все есть. А, ну вот вообще, у меня есть, там 6 человек, получается, железные. Ну ты мои эти, знаешь, планы, поэтому я не особо тут, то есть я с ними все равно буду там помощник, но лучше ты напрямую там выходи. Нет, эти-то, да, вот которые со мной, они есть и есть. Которые тут, они, на меня они завязаны. Ну ты, кстати, вот ты поедешь, ты сейчас можешь многим писать, кто с тобой поедет сейчас. Да кто? Да нет, ты напиши просто, скажи, я еду, и прям так говоришь, я беру тебя с собой. Ну вот это, что, приглашаем тебя, приглашаю. Жену Георгия можно взять, наверное, но они, видишь, там тоже сразу дернутся. Ты всем, а кому? Понимаешь? Ну вот так прям по скайпу, я прям так проходил по скайпу, и все, написал все, а потом в течение двух дней смотришь, тут сообщение пришло от того, от того. И раз, и выходит, что кто-то едет. Вот Ольга Матина тогда и Виталий, я всегда почти вот таким способом загребал. Анатолик у нас едет в Мечку? Должен, должен. У нас деньги все есть на дилеты. Должен. Если только там, я говорю, самые противники это жены. Самые вообще. А есть у нас многие только готовы поехать, но у них хозяйство никак не могут оставить. Ну вот им надо систему установить, как у меня, которую я планирую в смысле поставить. Которые коровам, да, там задают, лошадь там выгуливают. Да. Система подружись с соседом называется. Тогда у них такой только остается. Ну вот там такие есть. Вот у нас Алексей там один вот недавно тоже он пришел. Там у него две лошади, там сколько-то коров, что-то там, ну много всего. Куры, то есть серьезные вообще. И он только говорит, ну если ехать, то всей семьей, говорит, мне всем креститься надо. Ну как всем, даже не оставишь что-то вообще в такое хозяйство-то. Какой-то очень хороший друг должен быть и деньги ему надо платить за это. Однозначно. Ну, да. А точно, что-то я не догадался, можно сказать. Так деньги же платить, просто надо это все в расчет просто раз... нанять-то и все. Да. Это... Ты... Вечность у тебя под вопросом. Да, а то я прямо загрузился, я думаю, как действительно, как, как? Да сами себе подпорки ставим там. Да как там это, а там с кем-то разговариваешь. Да плють ты на это, да и все, поезжай. Кто-то там раз и все. А действительно думаешь, а что это? Ну что? Ну, вон этот. Ну, Юрий, конечно, тоже под вопросом, он все продал и поехал, но так-то может делать каждому не надо, но решимость у него есть. Михаил говорит, я с ним разговаривал, там Михаил еще один, он говорит, за ним там земля горит, он поехал. Ну, что у него там было, он мог, захотел, продал и все, что там. Там сейчас он получит гораздо лучше и больше. Главное, ты никогда никого не кинул и ничего не сделал, вот что самое главное, не обманул. Ну да, но он там уже от этого, я не знаю, получил он от Добунова. Я с Добуновым согласен, конечно. Причем интересно, что у меня мозг так не сработал, потому что я не деревенский, у меня не сработал, как у Добунова. Ты знаешь, что Добунов-то? Как он? Про коз, что ли? Да. Он говорит, у меня сколько я знаю людей, ни у кого Казани одна рогом, никуда не влезло, потому что все сделано нормально, без щелей, без этих. А у тебя, говорит, у тебя такой знак, что одна голову себе свернула, и ты ничего не сделал, чтобы предотвратить, чтобы вторая не свернула. Ну, понятно, но ничего не сделал. Там был знак для того, чтобы он в храм шел, а тут и, если бы не было дырки, он бы не понял бы и, может, не пошел бы. Что тут про эту козу, когда человек в церковь, он первый раз пришел, первый раз. Его надо было такое, чтобы было, что его, я тут не согласен с ним, с Игорем, тут надо смотреть, он, нет, я согласен, он правильно говорит, но тут, в данном случае, все это повлияло в лучшую, в ту сторону. Одного раза могло бы хватить ему, но если ему действительно не хватило одного раза, то тут, вот тут так. Ну, не знаю, потому что там преувеличил. Но все равно это характеризует все-таки с определенной стороны. Я думаю, что что-то есть там все-таки, Игорь. Я прям все взял на карандаш. Ну, понятно, ну как, он подумал, ну не можешь быть второй раз. Ну, это, я не знаю, любой, кто на машине ездит, такие бывают ошибки. Но то, что не происходит никогда и один раз произошло, как бы, ну, по-правильному, если бы это был бы Игнатий Тихон, что он бы, конечно, уже не допустил. Но вот так по общему ходу вещей, ну, никто не сделает из этого. Тем более, мы же не знаем, как у него, что там, как внутри. Может, у него там нормально более-менее. Или как он у других видел, он ничего не знает сам. Он же тоже все это новое для него было-то. Не больно, специалист какой-то. Но я не оправдываю, это правильно, то, что надо сразу это латать. Но меня это перекрыло само то, что я понимал. Для чего это? Это единичный случай все-таки, для того, чтобы его направить. Ну да. На футболках пишут. Никогда не... Там просто, понимаешь, он как-то раз ничем не связанно, и так, и вот действительно можно за это запридраться. А тут я бы даже не говорил, чтобы не расстраивать. А так все правильно, да. Ему на пользу, на пользу. Ну там Игорь на него наехал по стерлингу, совершенно несправедливо. Ничего не понимает сам, не понимает ни по хлебу, ничего вообще. Он думает, что что попало, это там хлеб какой же с обычной муки. Да это не сравнив целый зерновой хлеб с нормальной мукой и с этим. Ну конечно. Что ей говорить, сам Игорь вот такой, ничего у него по здоровью нету, и этот здоровый. То есть ему вообще не надо рот даже открывать по поводу здесь стерлингов. Тут абсолютно прав по поводу питания, в плане именно того, что питание чем лучше, и голова лучше работает. Ты меньше гневаться будешь на самом деле. Вот те проблемы, там все вспыльчивость и прочее, это много от питания зависит. Ты более, ну все это так, когда у тебя там от плохого питания все, оно там раздражено в организме все, у тебя там болезни, то ты раздражительнее больше становишься. Ну это я тоже слышал, что утроба, она влияет сильно на это дело. Да, а тут он на него прям наехал, что он там стерлингов защищает. Я разговаривал с Юрием, он стерлингов не защищает, он просто, он о нем говорит, благодарен ему за то, что хорошее от него получил. А что плохое, все от него он отверг. У него самый верный путь он, он не хулит, ничего. И он делает, на него завязано много человек, он не понимает игры этого. На него завязано много людей стерлинговских. Если он так начнет сейчас говорить, это просто не нужно. А тут он, и они к нему еще хорошо относятся, и видят изменения, они за ним следят. Ему нельзя ничего так начинать что-то нести. Просто нельзя. Это надо быть для всех, всем, как говорится. Стал для всех, чтобы приобрести хотя бы менее некоторых. Что он потеряет от того, что он не будет что-то про него говорить плохого. Тем более, если сам знает все. Ничего не потеряет. Нету рассуждений. Вот у Игната Тихоновича есть, он это все видит. А у Игоря в данном случае не оказалось просто. Рефлекторно он действует, рефлекторно. То, что я у Игоря слышал, он по делу сказал, что ты как можешь сравнивать, что между Игнатием и Стерлингом 5% разницы, а остальное 95% то же самое. Это я согласен, что тут у него 5% в том смысле что слышит. Вот он что слышал, и что и тут, и тут сходится вот это. И 10% не сходится. А не то, что масштабы личности на 10%. Это тоже нельзя тут. Понимаешь, как хочешь, ты любой интерпретируешь, как ты понял это. Надо спросить, что ты подразумевал под этим. Я знаю, что он подразумевал, что я вот что слышу от Стерлингова и что от Игнатия. Сходится на 90%, а 10% различия. Вот это что имеется в виду. А не то, что он личность такая, разница такая там, личность несравнимая. Я спросил у него, он скажет, да, личность несравнимая. Это божественно, это разрушитель. Он так и скажет. Это просто чисто, когда хочешь человеку что-то напереть, все время тут подгонишь под свое. Ну, он молодец, по любви это делает, я все равно знаю. Просто он так видит это, Игорь. Ну, не прав он здесь, я считаю, тоже. Ну, хорошо, он увидит эту беседу и послушает. Золотой путь. Да. Не, не, так мне, Игорь, очень нравится. Все, что он рассуждает, вообще, я прям, а стой, вот сейчас, вот даже плавание у него было там, запустили ролик. Это просто, никакое кино не надо смотреть, просто он сидит на берегу и рассказывает, как они там плавали, все, ничего не надо, это уже ты, не зря время потратил, ты думаешь, о, полчаса, там, 30 с чем-то минут, там, и все, шикарно, у тебя знания новые какие-то там, как водолаза они там вытаскивали, это, то, все там, как их там бегать гоняли, ну, интересно, он умеет, у него дар рассказчика. Да, он умный очень, он знает столько. Он порой на занятиях там такие вещи раскрывает, что вообще, думаешь, думаешь, я ничего себе, вообще ничего не знаю по сравнению с ним. Но вот, вот в отношении Юрия, все-таки, как я увидел, то, что ты увидел, это твоя сторона, ты весы сюда перегнул, у него своя, а я где-то посередине между вами, потому что я вижу, что Юрий имел в виду так, что именно, да, то, что ты слышал, он слышал от Игнатия и от этого. Но там, я-то вижу пропасть между Стерлиговым и Игнатием не в 5-10% разницу, именно в сказанном. А вот я вижу разницу в 95% у них, в 95%. У того, у него много плотского, много там про еду, там про это. И что-то там он захватывает, действительно, есть слово Божие иногда. Но я вижу разницу, у него весы в другую сторону. А Юрий, как я понял, он наоборот, он, и вот про это Игорь, как мне кажется, говорил, про то, что там именно духовного у Стерлигова, у него вот так. Нету у него, да. А он, Юрий, как бы воспринял, что там как будто есть достаточно много и разница с Игнатием небольшая. Вот это я увидел, то, что он именно именно это имел в виду. Но он там получил духовное, вот в том-то весь вопрос. Может, там и нету, но он получил там его. Это как у сектантов человек получает. В этом, он не знает, просто не слышал много чего, хотя он, не, хотя он говорит, я уже два года или с лишним, он все почти, все, и Геннадия Фаста, и много-много-много чего. Я с ним общался, он все понимает, все вообще почти. Ну, там, понятно, свои какие-то, может, что-то вылезет, но любого тут, как бы не начнешь такое вылезать. Ну, как ни крути. Я не как, ну, я более осознанного, но редко можно было увидеть, чтобы от стерлинговой пришел. И тем более, на него завязано много людей, там на него смотрят, там у него, смотри, фотографию выставил, 3000 просмотров, фотографии чисто, это его комментарии. И все стерлинговские же, все его хорошо знают. Он недавно сам себя так стал называть, стерлингов. А вообще-то он стерлингов. Да? А ты его стерлингов называешь, да? А я ее не знал даже. Нет, он стерлингов. Вообще не знал. Он же сам себя так называет, стерлингов. Это он, нет, он на самом деле стерлингов, но, то есть, по документам, стерлингов. Герман Львович. А Н, это он там, в какой-то момент они начали добавлять это. И если ты залезешь, у него сайт, например, он стерли, го, фуфу. Там Н нету. А ты постоянно говоришь, я думаю, ты специально что-ли подкалываешь или? А я откуда знаю, ты спроси любого, никто не знает. Не знаю, а он тут известный, этот, хулиган у нас в Москве-то, с этой Алисой, его все знают тут просто, и все, у меня отец там и прочее. У нас, как мы тут в Москве-то, большая деревня для нас, Россия, и мы живем, для нас это обычное там, то есть, положим там министр, что-нибудь там сбезобразничал, да мы знаем, где он рос там, это министр, его родители там могут знать, кто-то там. Все в центре росли у меня-то, и я сам, можно сказать, в центре. Тут тесное общение. У нас, положим, человек-конфит, битый фильм смотрел, ну или может слышал. Вот этот. Советский. Да, вот этот актер, его внучка со мной в школе училась, он приходил к нам на линейке. Ну то есть, а отец жил вообще в центре, на Патриарших прудах, это вообще центр прям, там до Кремля прям, пешком чуть-чуть. А там у них вообще жили всякие, министры в дети и прочее, и поэтому, а поскольку он еще работал, в крупных компаниях, с бизнесом связанных, он там в разных лукойлах, там ставил оборудование, профессиональное видео, аудио, там вот это. гендиректор, он, я вырос при гендиректоре, можно сказать. Постоянно там, то там, то сям управлял разными. Олби, дипломат была такая компания. Потом, правда, его там, без его ведома кинули людей, акции какие-то выпустили, и кинул там, учредитель, Олег такой был, Бойко. Он сейчас есть, сейчас финансами занялся. Вот все эти жулики, они, у них один путь, они раз сразу в эти идут, финансовые всякие, всякие пирамиды, там это, это, и вот он какие-то там тоже, покупки, там акции, что-то это вот мутит. Чтобы такое делать, чтобы ничего не делать и зарабатывать. Так что, у нас тут большая деревня в этом плане. Вот с Георгием, когда мы общались, он это упомянул, что им, говорит, там не совсем видно-то, но я знаю, что там видно по-духовному, на духовном плане уже видно, там, Игнатию тому же, ему не надо особо там, что-то там с кем-то расти рядом, он уже видит просто, откуда есть, пошел этот грех там какой-то, и все, ему достаточно. Да. Благодарю Попову Стерлигова, что ты мне сказал это, теперь я буду знать, я неправильно, да. Вообще не знал даже об этом, как-то не обращал внимания. Но у него дети, кстати говоря, вот у него выходил выпуск, я не стал полностью смотреть, но видно, что научены, они прям раз-раз там по ветхому совету, поэту, там именно, прям передачи непосредственно по Писанию у них, и они там общаются. И видно, что они научены, то есть у него там все-таки есть что-то. Он детей своих учат там, но они учат там не по синодальной Библии, но по-любому они в нее заглядывают, чтобы понимать там. это уж по церковно-славянской, у них там своя какая-то древняя Библия. И они, например, вот тоже новости деревни. Вот положим, Олег Сирота, знаешь, такой сыр там, вот это, фермер такой известный, в Подмосковье здесь у него, Олег Сирота, он там везде, там вот это, импортозамещение, когда было, ну, начал он там сильно продвигаться, в Кремле там даже сыром торговал, на площади там ему давали место. И у него крупный-крупный, если ты посмотришь, там Джастис Волкер к нему приезжает, огромные стоят эти, он настроил там. Так вот, он женат на дочке Стерлигова. То есть, откуда деньги у человека, например, могут быть? Ну, так. Ну, просто так. То есть, ты можешь не знать, какой-то Олег, какой-то сирота, такой там улыбается, что-то там ходит, там рассказывает, я тут кредитов понабрал, тут все, сейчас тут сыры делаем, такой он добродушный. Но женат он на дочке Стерлигова. Вот так, между делом. Опять же, Стерлигов, что такое? Он, когда эту Алису делал, ну, насколько я помню, да, он уехал, он в Штатах там что-то открыл, по-моему, в общем, стал на бирже, и на бирже купил долги России. Купил. Какой-то этот. Потом что-то курс скакнул, он их продал и заработал на этом. То есть, в принципе, это ничего незаконного он не делал, законы Российской Федерации, позволяли манипуляции разных производить. Непосредственно народ, как я понимаю, он не грабил, вот в этом моменте. Но он заработал на этом, на чужом горе, как бы, да? А по закону все можно было ему это. Так вот, я к чему рассказываю. У него в процессе, вот сколько он был, он там, вот в Мавроди, там вот, да? на Мавроди совсем нечестивый по сравнению с этим. А этот, он более-менее так еще порядочно. Он там, короче, суть-то в чем, он обрастал связями, потому что богатый человек обрастает. И сейчас, сейчас положим, он там что-то говорит, там где-то он куда-то, какой-то регион, там или что-то. У него там чиновники все, они уже знают его. Он, то есть, они знают, кто это такой, что у него есть деньги. Хоть он и говорит, что он все на президентскую компанию потратил. Он же баллотировался в президенты. Потратил, слил туда миллионы, просто миллиарды. Но все равно деньги-то водятся у него, это понятно. Друзья богатые остались. И поэтому, когда он что-то говорит, там или про кого-то, это не просто так. Он непосредственно знает про них то, что мы не знаем. И поэтому они даже не отвечают ему часто. Потому что он это как вывалит, все, а им они потом не опомнятся, не смогут многие. И его не трогают поэтому. Потому что он многих там завязан с ними. Это очень компромат есть. Да, у него есть на многих. А у них там все связаны. Вот я с Познером смотрел, я его ценю как профессионала все-таки. Вот я не могу отнять у него, что он все-таки профессионал в своем деле. Вот. и я давно за ним наблюдаю и верю, что он покаяться в какой-то момент. Вот. Но он такой близко к Невзорову по вере. Как он, какие вопросы ставит там. Ему главное ни один священник еще не так не ответил, как надо. Как-то что-то лепит там не то. Можно было ответить, и он бы мог обратиться дальше. Ну мы не знаем, как и мы бы повелись, но тем не менее. Ну и в общем он, вот Познер говорит, что его как-то вербовали в государственные структуры. Когда он там телемосты из США устраивал, он же был на нашей стороне. Я-то раньше думал, что он ответил. Да, да, я смотрел у него старый. Он конкретно пропагандист был советский, если так взять. Да, так и есть. Его звали в этот правительство куда-то там работать. И он говорит, в одном интервью обмолвился, он говорит, что меня там проверили и сказали, нет, мы не будем, мы отзываем это, мы больше не зовем его, потому что не подходит нам. А что такое? А выяснил, что оказывается на него нету, он не гомосексуалист, за ним не числится там воровства какого-то крупного и какого-то безобразия там не убил, не изнасиловал никого. А это плохо очень, говорят. Когда на тебя нету компромата, то как тобой управлять? Нам такие не нужны в государственных структурах. Поэтому, говорит, они не стали звать уже, отменили свое вот это. Это обо всех можно сказать, кто занимает должности сейчас. Вплоть до патриарха и митрополитов. Он, зная и тоже это, подтвердил. Он говорит, что действительно там антиотбор идет уже давно, лет 30 точно. Антиотбор прям конкретный. То есть, чем ты тупее, чем на тебя больше компромата, тем лучше. Потому что тебя можно, так, ну-ка, погоди, ты что там придумал? Сейчас аборты надо принять нам в закон, чтобы все было легализовано. А что ты против выступаешь? Ты что, забыл там, что за тобой числится? Ты подумай еще раз, на какую кнопку нажать. И вот это, и это как бы, тут реально сатана правит бал уже. Давно причем. в этом плане, конечно, за начальствующих, когда молишься, просто даже не представляю, какое долготерпение божие должно, и какая заноза может в мозги влететь им за то, что они делают. Страшно просто за них. Да, и при том, это не просто. Туда человек попадает, он прям встраивается. Он не может попасть, не став таким, как они. То есть, она тебя изблюет, эта система. Не можешь туда попасть. если ты не станешь такой, как они. Меня же звали, я тебе говорил, в администрацию президента работать. По-моему, нигде не записано, кстати. Звали меня туда работать, там такой есть отдел, который занимается отслеживанием активности на местах. Положим, бизнесмен какой-то вышел, сказал что-то там против линии партии, правительства. Это отслеживается, и потом вот специальный отдел информационный, причем отслеживается как, там есть сексоты свои, сидящие там, информирующие люди, которые ходят и стучат. Они звонят в этот центр, там отслеживается, и потом сначала ему намекают, положим, проверка какая-то придет к нему там, ну, по бизнесу там, или что-то, или там, что-то начнется, даже могут через жену зайти там, ну, разные способы. Ну, человеку намекают, что ты, ты зря вылез-то, ты сядь на место, что ты вылез. Рубаночек идет, рубаночек. Вот у Стоевского, по-моему, есть. Он говорит, сейчас мы, говорит, запустим рубанок. Мы... Ну да, если только у него нет покровителей выше, американцы, к примеру. Нет, и вот, мы, говорит, запустим рубанок, и он срежет тебе, то есть, срежет вот, все, пригнись, рубанок пошел, раз, все, и он, говорит, рубанок, чтобы срезал. И вот его начинают, и вот мне предлагали в этом отделе, который это все собирает, и начальнику, ну, понятно, самому начальнику, докладывает это все дело, мониторинг постоянный. То есть, в каких регионах, какая активность, где линия партии, она, как бы, где партия вообще на уровне, нормально, среди народа, там, разговор про нее, а где нет. Если что-то где-то просело, значит, надо тут надавить, чтобы оно опять вышло, выровнялось, на определенный уровень. И говорят, если там кто-то непонятливый сильно, там специально есть ребята, они выезжают на место, там решают уже. Ну, видишь, это, это понятно, оно государство должно себя защищать. Надо же понимать, что инструменты войны против государства, это же не только, там, я не знаю, просто там война какая-то идет против них, это конкретно информационный народ, подбивать на местах, бизнесменов против настраивать. И этим занимаются не просто же сами бизнесмены, конкретно спецслужбы западные, они занимаются этим. И чтобы не реагировал на это система, ну, она и, я даже скажу так, она слабо очень реагирует на это. Потому что Украину вот все полностью размочалили, там, ну, чуть Белоруссию не перевернули, да, и прочее. Это из-за чего? Из-за того, что вот эта система слабая слишком была. Потому что тут нет такого, что ты не будешь этим заниматься. Есть борьба систем нескольких. То есть, там, допустим, американцы и наши, все они, как от сатаны, то есть, они используют методы злостные. Все. Ну, и конкуренция происходит. Ну, они побеждают, у них Ютуб, все на них, то есть, это понятно. По всем они, это удивительно, что вообще у нас держатся еще. Оно должно было давно уже все. Это именно заслуга, конечно, Владимира Владимировича. В этом смысле, то, что он по спецслужбам там понимает, то, что вообще сейчас, что-то вообще стоит. Оно не должно было уже стоять давно. Все должно было рухнуть. В плане, но это все равно все на лжи строится, главное. Вот Игнать Ильич правильно говорит, что говорит, если бы ложь сейчас везде убрать, то все государства рухнут. Все. Потому что все на лжи стоит. Мы с отцом разговаривали на эту тему. Я говорю, вот уехать там куда-то из России, там хотя бы, ну, положим, Канаду возьми, там я смотрел, люди, которые переезжают из Германии, даже переезжают в Канаду, потому что в Германии нереально на тебя 60% из зарплаты, по-моему, вынимается у тебя и на здравоохранение. Зато, когда ты состаришься, то тебя там будут обихаживать. С тобой нянчатся на эти. Вот представь, ты заработал 100 и у тебя 40 только осталось. Ну, как это, ничего себе. Ну, и вот один такой переехал в Канаду и он говорит, ребята, здесь так замечательно. А переехал он вообще из Казахстана или откуда ты, может, из Казани, даже я не помню сейчас точно, из Казахстана, наверное. У него жена была беременна, ему сказали, все, забудьте про этих детей, ничего, они мертвые будут. И он говорит, все собрал, все продал и уехал куда-то там, в Германию как раз, по-моему, и там дети эти выжили. И сейчас они взрослые уже, нашего возраста с тобой, преподают там где-то, женатые, замужем там, все нормально. Он просто люто ненавидит СССР за то, что так с детьми поступили. Я ему там даже писал уже, я говорю, да ты оставь это, люди-то везде есть, и хорошие, и плохие. Напоролся не на тех, и все. Нет, вот он постоянно из него лезет, это не может простить. Детей мог потерять, для него это самое ценное, я так понял. Ну и вот, он говорит, в Канаде, как хорошо, приехал, это, вот есть перечень, что ты должен соблюсти, условия, да? Ты их соблюдаешь, все, тебе еще не нахлобучивают, еще столько же, с другой стороны, всякие проверки, там, а вот ты еще это не сделал, это, это. Нет, все прозрачно, ты вот это сделал, определенный стандарт соблю, все, тебя не трогают, работай спокойно, зарабатывай, тебя не трогают. В этом плане хорошо, но я отцу это все рассказываю, он говорит, слушай, там точно такая же коррупция, и прочие все эти вещи, только оно скрыто, и там сложнее договориться. То есть, тебя просто, где-то вот здесь, если надо, тебя вот здесь начнут прижимать, или еще какое-нибудь другое придумают, просто сожгут, да и все там. то есть, там то же самое, просто в России легче договариваться, и тебе более это прозрачно видно, потому что мы все-таки люди такие простачки, люди даже говорят иногда, он не видит, а у него язык уже сказал то, что он думал скрыть. и поэтому он говорит, смысла нет, ты просто будешь больше дезориентирован, а, ну, как бы, по факту, можешь с тем же самым столкнуться, но вероятность, конечно, может быть и меньше там, потому что внешне они стараются соблюдать все-таки, определенный стандарт есть, и в Штатах, и в Канаде, там, ну, разных там, в Швейцарии, которые все-таки есть, никуда не денешься, но у них, и видишь, разврат идет из-за этого, потому что вот этот стандарт жизни, как бы общий, когда ты даже не работая, получаешь деньги постоянно, как безработный, он приводит к тому, что человек начинает развращаться, он, ну, во-первых, кто не работает, тот не ешь, заповедь, но они развращаться начинают еще в других планах, что они начинают там, всякие вот эти гомосексуалисты начинают вылезать, потому что у них есть время на праздное шатание постоянное, вот в чем дело, то есть они постоянно у них время там по клубам, все эти моды, а вот тут, а вот это, они уже не знают, чем себя занять, а когда ты работаешь, у тебя времени-то на это даже нет, даже посмотреть, не то что уж стать таким садомитом, даже у тебя нет времени с ними пойти там куда-то дойти, ты работаешь, ты суббота-воскресенье, вот неверующие люди, что они отлежатся ему до 12 там, субботу, и потом как-то что-то куда-то он может пойти только, а представь, если они не работают, получают там вон, тысячи две долларов, или полторы, сколько они там получают, в Макдональдсе минимальная зарплата, в США, мне вчера папа сказал, что-то 1700 что ли сейчас, долларов, больше чем у нас, с вами высокая, а на русские деньги-то представь, сколько у нас людей получают за 100 тысяч, это сколько там получается сейчас курс, не сколько там, меньше, за 100 тысяч получают 2, что ли процента, или 4, ну вот, а там 100, это сколько, 120 тысяч почти, получается, если 70 курс, там за страховку надо, за медицинскую, там вообще система такая, ты там попадаешь, вроде да, все хорошо, да, но ты вообще, в греховной системе сразу состоишь, там на системе кредитов, ты не можешь от этого никак отвязаться, на системе страховок, то есть тебе все, что тебе не нужно, а без этого нельзя, ты нарушаешь закон, ну то есть ты никак не можешь, здесь у нас свобода в этом смысле, вот допустим, что я у себя на участке делал, то там бы тюрьма за это, просто, за то, что я у себя на своем участке, у нас вот это все, хотя у нас уже по законам, там тоже уже все это есть, дойдет все, как у них станет, но у нас свобода еще такая большая, вот это русское, то, что неисполнение законов, оно от многого и сохраняет в то же время, в то же время, и конечно, и многое из-за этого и плохо. Да, я кстати недавно разговаривал с кем-то, я говорю, тоже мне отец такую мысль подсказал, он говорит, почему у нас еще этот ковид и прочее, там разные, ну, почему у нас все в таком вот как есть состоянии, он говорит, у нас настолько необузданные люди вообще, вот ты, говорит, если тебя вот конкретно поставить участковым, и сказать, так, вот в твоем районе, чтобы в каждом подъезде, предположим, было так-то, так-то там, чтобы ты там описал этот, не знаю, информационный стенд, чтобы содержал твою эту наклейку, ты это не сможешь делать даже в районе своем, не сможешь просто, потому что каждый Вася, в каждой второй квартире, он будет что-нибудь выкобенивать свое, ты даже ему говоришь, там, штрафы ему, что хочешь, все равно вот так все сделать, на выбор, поэтому, говорит, нас не вакцинировать нормально не смогут, там, ничего, то есть, все будет, либо сверх будет, чуть ли не в самосвалы будут закидывать, там, как вот, там этот, недавно я слушал ролик, что приняли санпин какой-то, не санпин, как он, санпин это строительный, норму какую-то по, как это называется-то, ну, короче, протокол, действие, чрезвычайной ситуации, опресс, да, в числу, да, протокол, там, самосвалы указаны, что ты там, люди в самосвалы грузятся, написано, ну, вот, либо так будет, действительно, просто сверх, как со свиньями будет, как в Африке поступают с людьми, там, у нас либо так, либо так точно, да, из автомата, либо будет разгильдяйство просто, как оно и есть, вот, сколько на Руси, сколько не читаешь, вот, оно так и есть, дураки и дороги, все, ничего нету, ничего нового, и вот, а это, вот это неряшливость наша, Ванька, Ванька, вот это на печи, поэтому, конечно, оно хорошего играет, когда, да, против этого, оно хорошего, вот, в данном случае играет, здесь, конечно, там уже все, в Европе ничего нельзя, у нас в Германии, смазки там, или, там даже уже подумать нельзя, вот в Австрии, там уже такая маска специальная, уже не такие маски, как у нас, у нас просто тряпки, вообще ничему люди не носят, мне, продавщица, оденьте маску, говорит, у него вот так она спущена, оденьте маску, и она обидится, ну, обижается, если скажешь, что он, и все так ходят, оденьте просто формально, а там нет, там уже маски такие, которые там настоящие, и нельзя не носить, ты даже тебя, я не знаю, я даже думаю, там, если бы я находился, ты бы, я бы не мог не носить, но, потому что, что-то, для тебя выбор, какой, маску одеть, или сесть, ну, ясно будет глупо сесть, в данном случае, ну, там многие шьют, там какой-нибудь, чтобы вообще никак не мешало, ну, так, а там нет, уже в Австрии нельзя так, шить, там 3F вот этот, да, стандартная, там все, это, это уже не маска называется у них, а конкретно респиратор, и, там он совершенно другой, так он и должен быть, по идее был, изначально, но, видишь, они, ну, они, чисто я говорю, вот это сейчас на уровне детском, сразу мы вот просмотрели, что происходил, вот этот год последний, как в детском садике все, то есть, в Артенции, отчитался он просто, все, это, есть, всегда вот у нас, положим, я просто учился на это, там пропаганда, этот, хорошо, что я не работал в этом, эти самые, инструменты коммуникации, в кризисных ситуациях, называется, специальный протокол разрабатывается, то есть, положим рабочему, оторвал руку на заводе. Так, первое, что надо сделать, вызвать скорую, второй, что надо сделать, позвонить родственникам, а, нет, даже не так, второе, что надо сделать, позвонить журналистам, даже не родственникам еще, журналистам ты звонишь и говоришь, нарушил технику безопасности человек ему оторвал руку ему оказывается помощь уже все мы компания будет помогать и мы еще раз со всеми инструктаж проведем ему руку то оторвало то есть ты не ни в коем случае не должен дать понять что у тебя старое оборудование из-за этого руку оторвало да ну понятно потом ты звонишь родственникам говоришь слушайте вот так мы соболезнуем но такое произошло мы там со своей стороны чем можем поможем но вообще-то он сам накосячил и это его вина но мы как мне отказываемся все и там все расписано а если кто-то что-то там реагирует такие стрелочки там родственник сказал вот это значит вот это ему сказать варианты 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 и вот сейчас с этим вирусом они но вели себя как дети как будто у них только один вариант трупа всем маски тупо всем перчатки а то что ты например вот есть такой андрей прото у него канал на ю тубе он очень здраво рассуждал в этом плане он там иногда сматериться но он по походам в основном его с тех времен знаю он говорит ну ладно хорошо даже мы знаем что эти маски положим и перчатки это дурь но предположим ладно мы даже их используем но почему вы людям не рассказывайте как пользоваться потому что ты одел перчатки одел маску потом в перчатках взялся потом ты вот так сделал все привет это уже на тебе вот ты сделал вот так а люди вот так делают понимаешь поправил там что-то маску эту когда ты домой зашел перчатки ты вот так должен снимать вот так специальная техника есть и потом и упаковываешь одну в другую я смотрел эти ролики я смотрел когда вышла только начали про эти перчатки говорил я смотрел ролики как хирурги моют руки специально вот так моется так вот так моется вот так моется вот так моется палец я смотрел это просто вот так моется все протирается то есть не просто ты вот так помыл нет здесь протираешь здесь вот это вот так вот так протираешь и тогда у тебя руки чистые но людям ты об этом ничего не говорили и представь ты даже в перчатках ты все соблюдаешь не будем говорить что даже это дурь предположим действительно но ты вот так сделал все уже привет и телефон взял вот свой взял телефон в этих же перчатках ты взял прислонил все она уже на тебе ползает а если то что типа других не заражать но это мы знаем что уже эта маска не задерживает она все равно туда пролетит но меньше пролетит но все равно пролетит меньше да до времени вот первый сколько-то времени а потом уже когда здесь накопится все уже ничего не меньше но и потом у нас же люди не будут маски тратиться они одну маску купил он полгода в ней ходит зачем ему надо постирал то погладил я год год в одной маске ну вот меня год есть она на работе выдали все я больше два раза что не только стирал это только в нужный момент и и одеваю просто потому что меня за штрафа штрафуют если я ее не один на работе ну это уже тоже не одеваю это вообще с масками это вообще что сейчас перчатки то вообще же доказали что вообще ничего не связано ни с чем и уже и нету ничего перчатки вообще ничем не связано ничего не помогает и с масками такая же тема штатах проверили штатах одни штаты где вводили маски других не вводили в итоге где вводили оказалось больше заболевших а эти сразу стали опровергать города нет это это просто уже до этого были заряжены а те хитрые кто проводил исследование заранее до этого уже начали исследование когда еще было все так ну и в итоге показали что маски ничего не да не дали вообще ведь скрывает исследование в америке штатные ну вот именно я это же они начальство там сверху просто у нас все только делается так не по закону а как сверху начальник скажет абсолютно так то есть они говорят все должны быть там все должны быть масках и все они это так обеспечивают и неважно как чего они должны быть на них просто это как в армии в армии все таким образом делать там вообще неважно как еще важно чтобы исполнить а формально ну формально чтобы было исполнено и самый кто ценится это кто может это организовать формальное исполнение никто то по сути может что-то кто может фото отчет классный сделать такой что начальнику понравится что вот все сделано мы у нас все готово вот только в этом и вся россия так живет это чисто советская закваска видать такая потемкинской деревне да и вот она просто раз всем надо всем надо Ты же знаешь, ехал этот руководитель, государь, а этот выстраивал вот так. То есть здесь все разруха, а здесь все отшпаклевано, все красиво. А он здесь едет, с этой стороны. Все, и траву украсит, вот это все, оно оттуда же идет, с Потемкинских деревень вот этих. Да. Так, ну что, ладно, давай с этим, с билетами. Значит, все у тебя из Казани едут или как? Да, из Казани. Значит, я пишу из Казани в Барнаул, 6-12 человек. Так, если есть поезд, который останавливается на станции Подстебное, то это лучше. В прошлом году это был 96-й поезд. 4 июля. 96-й же был, по-моему, да? Вот, хорошо, ну все, давай сейчас я тебя в копию ставлю и посмотрим, мы позвоним ему сразу. Ага, все, давай, я пойду покушаю, а то я езж вчерашнего вечера. Все, прости, что задержал тебя, все, слава богу. Да нет, мне наоборот хорошо, я все время думаю, хорошо бы побольше не поесть. Я сейчас в среду, в пятницу стараюсь не есть, вообще. Потому что уже от чревугодия умираю, можно сказать. Ой, ладно, все, всем поклон передавай там. Давай с Богом. Давай с Богом, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok